Псалм Мы продолжаем читать псалтырь для пользователей интернет-портала Exegget.ru И сейчас мы обращаемся к одному из важнейших псалмов, мессианских псалмов, Псалтырь, Псалом номер 21 И начинается этот псалом сразу же со слов всем, ну каждому верующему человеку, каждому христианину, очень хорошо известному Боже, Боже мой, ван мими, вскуи оставил меня и си, это по-церковно-славянски, или Боже, Боже мой, почему ты меня оставил Или как передает нам ангелист Марк, Элуи, Элуи, Лима, Савахвани Вот это вот выражение, это есть буквально цитата первой стиха, первой строчки, это вот 21-го псалма И это не случайно, совершенно, Господь на кресте говорит этой строчкой псалма, именно не цитируя, не цитируя Если уж говорить, так скажем, загадками, то скорее Давид цитирует Христа, который, умирая, скажет это на кресте И вот там и состоит, и мы в самом начале, перед циклом этих анализа псалмов, рассмотрение псалтыри, исследование псалтыри Мы говорили об этом, что в этом удивительная особенность псалтыри Не просто рассказ о Христе, а как бы Христос является, говоря современным языком, лирическим героем этого самого любого псалма Фактически это его слово, его мысль, его размышления, его плач, его благодарность Это всегда говорится именно, как бы Христос стонет и плачет, зовет и размышляет в сердце каждого человека Когда он прикасается к псалтыри, мы про это говорили уже, в этом особенности Поэтому переживая, переживая какое-то очередное бедствие свое, какое-то очередное гонение Переживая очень глубоко в Духе Святом, Давид пишет такие слова Как бы соединяясь в этот момент со Христом в Духе Святом Он неожиданно переживая вполне, скажем, объективные вещи своей собственной судьбы, своей собственной жизни Далеко от спасения моего, слова грехопадения моих и так далее Вот где ты, почему ты не слышишь и как же И дальше он начинает говорить слова, которые, ну никак не могут быть соотнесены с любой скорбью Давида Никак Вот, в середине псалма я сразу прочитаю по-русски Потому что не все хорошо владеют церковно-славянским языком Вот, дальше он говорит Окружили меня враги, как стадо тельцов Тучные валы обступили меня Отверзли меня пасть свою, подобно льву Что рыча хватает добыч Как вода растекаясь Распадаются кости мои Стало сердце мое, как воск Тающий в груди моей И сохло, будто глиняный сосуд сила моя Изык мой прилип гортани моей В прах смерти не звел ты меня Окружили меня множество псов В сборище лукавых людей обступили меня Пронзили руки мои и ноги мои И зачли все кости мои Смотрели с презрением на меня Разделили ризы мои между собой И об одежде моей метали жребий Вот, то есть, вот это Совершенно яркое Даже человек Очень поверхностно знакомый С евангельской историей Но все-таки знающий Обстоятельства распятия Иисуса Христа Понимает, что вот это Соотносимо только с ним Тем более, что Давид-то Ну, никак не мог Этого, мы совершенно точно знаем Что он этого не переживал Его никогда не распинали Никогда не прибивали ему руки Никогда не прибивали ему ноги Никогда не делили Не бросали жребий об его одежде Но, скажем, распятие В принципе, ему было недоступно Потому что в то время Никто так не казнил людей Вот, и уж тем более Никто так не казнил Давида То есть, это именно Некое переживание В Духе Святом того Что будет Что будет Но он не пророчествует об этом Как пророчествует Исаия Говорит, вот Муж скорбей, изведавший болезни С ним будет тот и тот А Давид переживает это И как праотец Иисуса Христа По плоти И как человек, который Любой человек Любой праведник Любой верующий в Бога Человек Он неизменно становится Причастным Причастным Соучастным И Страданием Христа И когда он С верой в Бога Переносит Посылая ему Страдания и скорби Он Как бы Сочетается Со Христом Происходит особое действие Если он осмысляет Свои страдания Как страдания Посылаемые Богом Как бы Страдания Переживаемые Перед лицом Бога Он всегда Чувствует Он всегда Как бы Переживает Эти страдания В той или иной степени Так, как Переживал И Христос Есть Замечательное Свидетельство Из Жития святых Был такой Святой князь Русский Михаил Тверской Замученный В Орде Он Хороший человек Он Замечательный Князь Он воин Он Очень успешно Управлял Своим Княжеством В сущности Как-то Русскими Землями В общем Достойный Человек Просто Достойный Человек Ну Даже Немножко Верующий Во Христа Так как Ну Положено В то время Верить Князю Не более Чем Все остальные Может быть Чуть-чуть Помилосерднее Чем остальные Может быть Чуть-чуть По Так скажем Поблагороднее Чем все остальные В то неблагородное Время Столь же Мужественны Как все остальные Но Именно Его личные Отношения Со Христом Они начинаются Устанавливаться Тогда Когда Он едет В Орду Он едет В Орду Для того Чтобы Предотвратить Разрушение Двери Он Князь Он идет Пострадать За свой Народ Вот И с этого Начинается Его путь На Голгоф Его крестный Путь И постепенно Как бы Проникновение Как бы Вот Врастание Страдания Христа Он Действительно Берет Крест Возложенный На него Христом И следует За Христом Сначала Просто Потому что Это есть Некая Идея В общем-то Известная К русским Князьям Потому что Так много Из них Святых Что Князь Это Не только Тот Который Скажем Воюет Там Или Питается Налогами Или там Еще что-то Делают С народом Или За счет Народа Князь Вполне Справедливо Были Канонизированы Во всех Остальных Отношениях Может быть И не Представляющие Такой Прям Совершенной Святости Праведности Скажем Он едет В Орду Примерно Представляя Что Его там Ждет Его там Сажают В Железо Заковывают В колоду Он сидит И мучается И вот там Перед ним Рядом С ним Всегда Пребывает Его Свита Которая Собственно Оставила Описание Всех Этих Событий И Священник Который Его Причащает И священник Который Там Дичок Который Постоянно Читает Ему Вслух Псалтырь Готовя Его В том числе Укрепляя Его дух И готовя Его В сущности К погребень Но Находясь В этих Тяжелых Условиях Он Не очень Жарко Он Связан Скован Руки Ноги Он Претерпевает Определенную Муку Уже Сейчас Вот И Когда Вот Однажды Псалом Читали Наряду Просто читает Псалом Мы дошли 21 Псалма И вот Прочитали Первую Строчку Неожиданно Приходит Себя Михаил Тверской Вот это Боже Боже Мой Ван Мимевской Оставил Мяси И он Говорит Сейчас Меня Придут Убивать То есть Вот это Вот Абсолютная Как бы Конгениальность Конгруентность Христа Умирающего На кресте И Князи Умирающего За свой Народ Они Как бы Совпадают Срастаются Он В этот момент Чувствует Самое Доступное Ему в земном Его бытии Благодать Святаго Духа Сердце Его Расшевелилось Действию Эта благодать И дух Сошел На него Чтобы в этот Последний Час Своей жизни Он Принял Его В духе Он Действительно Оставлен Богом Он Не Несколько Часов Он Много Дней Сидел Вот Своего рода Распятый Скованный Его члены И Очень Мучительное Его состояние Даже Поесть Нормально Не может Потому Что Руки Ноги Все У него Вот Привязано Найтовано Ничего Не шевелится И вот В этот Момент Благодать Духа Касается Его Сердце Он Как бы Чувствует То же Самое Доступное Ему Степень Он Прикасается К тому Что Ощущал Христос Он Претерпел Богоставленность Знаешь Что Сейчас Наступит Смерть Он Прочти Произносит Свершилось Вот Потому Что Он Как бы Вот Этот Псалом Помогает Ему Вот В этих Страданиях Соотнести Прожить Не умом А сердцем Ощутить Сопричастие Скорбям Христом То О чем Сказал Христос Что Вы Претерпели Прибыли Со мной В напастях Моих И поэтому Не зову Вас Уже Рабами Там Или Кем-то Еще А зову Вас Друзьями Вы были Со мной В напастях Моих Вот это Вот Он Чувствует Сердцем Что он Прошел Свой Крестный Путь Он Был Сопричастен К Христу В этой Скорби Он Выдержал Вынес Как мог Конечно Это не Великое Мучение Славное Чудотворное Как Великомученица Екатерины Или Георгия Победоносца Но в его Меру Он Прошел Свой Крестный Путь И в Последний Час Своей Жизни Он Чувствует То самое Что Чувствовал Христос Что Чувствует Каждый Христианин Претерпевший Положенную Ему Меру Страданий И Прибывший Верно Христу В этих Страданиях Но Это Ничего Если Написан За много Много Столетий До того Как был Распят Христос Вот такое Действие Дает Псалтырь Поэтому Церковь Ее читает Поэтому Она Постоянно Обращается В текст На Псалтыре Как бы Как мы уже Говорили Примеривая Примеривая На себя То Ту Скорбь То страдание Тот Крест Который За всех Понес Христос И Каждому Нам Уделил От этого Креста Маленький Крестик Маленькую Степень Соучастия В его Страданиях И чтобы Это Понимание Жизни И скорби Сохранить Для этого Нам нужна Вот эти Чувства Переживания Как бы Чтобы Наше Сердце Дышало Думало Чувствовало Откликалось В унисон Со Христом Еще Есть В этом Слове Интересные В этом Псалме Интересные Слова Вот 28 стих Помянутся Обратятся Ко Господу Все концы Земли И поклонится Пред Ним Вся Отечестве Язык Ибо Господне Из Царствия И той Обладает Язык То есть Вернемся Вернемся Мессиан Мессиан Пророчества Что Вот это Описание Страдания Христа Это Описание Его Скорбей Оно То Не Напрасно Это Не Просто Вот Бросали Жребель Не Просто Убили Не Распяли Ополчились Кусают Рут Меня На куски А Итогом То Этого Будет Помянуться Обратясь Ко Господу Все концы Земли То есть Все В конце Концов Из-за Этих Страданий Христовых Которые Он претерпел Все Обратятся К Богу Все Поклонятся Ему Хотя бы И против Своей Воли В какой-то Степени В малой Степени Это В контексте Христа Его Земной Жизни Это Происходит Во время Входа Господня В Иерусалим Когда Весь Иерусалим Приходит Движение И там Даже Есть Момент Евангелия Что Приходят И Элины Чтобы Вопросить Его То есть Все Народы Впечатлены Его Входом Вступлением Удивительной Силой Удивительной Мощью Властью Которой Он Являет Когда Входит В Иерусалим Он Действительно Царь Мира И в тот момент Когда он Вступает В Иерусалим Все это Понимают Но Это Только Тень Его Будущего Торжества Ведь Сам Вход Господем В Иерусалим В Иерусалим Это Всего Пророчества Пророчества О И Не случайно Оно Предваряется Словами Именно О Последних Событиях Последних Событиях И вот На самом деле Более Торжественным Будет Вступление Иисуса Христа В Эту Разрушенную Поруганную Грехом Смертью Землю Вот В этот мир Когда он придет Второй раз Придет Как царь Уже Не на осле А с силой С мощью своей С подлинной Своей силой И мощью И весь Вся земля Хочет она Этого Или не хочет Она Она придет В движение Оно Поклонится ему Исповедует Днем Царя мира Кто-то Против своей Воли Кто-то С радостью И ожиданием Что наконец-то Это свершило Как говорится В Евангелии Восклонитесь То есть Поднимите голову Ибо Приблизилось Освобождение Ваше И вот здесь Об этом говорится Что в результате Вот этих Событий Страданий Господа Иисуса Христа На самом деле И придет Освобождение И делается Возможным Освобождение Делается Возможным То Что люди Поклонятся Христу Поклонятся Спасителю Кто-то против Своей Кто-то Как иудеи Времен Иисуса Христа Все равно Поклонятся Поклонятся Именно царю Иудейскому Иудейскому Они-то Хотят Земного Торжества Своего Собственного Народа Они хотят Власти Над миром А не власти Бога Над каждым Человек А это А это Разные Вещи В этих Словах Очень Легко Увидеть Именно Место Торжества Спасения Торжество Власти Что Вот Мой Бог Придет И всех Вас Победит На самом деле Придет Наш Бог И всех Нас Победит И если Мы Рады Его Встреч То это Будет Радость Встречи С победившим Зло Богом Если мы Любим Зло Если мы Любим Что-то Свое А не Его волю Не Его Дело То Тогда Мы Будем Также Возмущены И Также Сквозь Зубы Исповедовать Его Власть Как это Делали Иудеи Во время Его Земной Жизни Внеси Свой Вклад Оцени Подпишись И поделись Этим Видео